Я лично много-много раз предупреждал вот этих господ, которые руководят Центральным банком и Минфином, что санкции будут усиливаться. Необходимо забирать наши валютные резервы из активов в долларах, в евро и в фунте. Нужно переводить в золото. Это задокументировано, много записок на эту тему, устных моих выступлений, прямых обращений. Но, видимо, для них рекомендации из Вашингтона важнее, чем национальная безопасность. Поэтому, как ни крути, переход на рубли, это, конечно, давным-давно назревшая мера. Уважающие себя страны продают свою продукцию за национальную валюту. Знаете, я думаю, что это агония. Это агония властно-финансовой элиты США и Великобритании. Они потеряли экономическое лидерство давно уже. Они проводят дедолларизацию нашей экономики. Они проводят деофшоризацию нашей экономики. И, фактически, дело бессмысленными накопления в долларах инвестиций в расчеты. Они убеждают весь наш бизнес хранить деньги в России в рублях. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. В моей газете только что опубликована Ваша статья о современной российской экономике, о многих непонятных вещах, которые происходят с ней. Я хотел бы, чтобы больше, чем полмиллиона моих подписчиков услышали то, о чем Вы говорите через YouTube-канал, который пока еще не закрыли. И я обращаюсь ко всем подписчикам, чтобы вы переходили на канал «Яндекс.Дзен». Это ссылка внизу. Так вот, у меня вопрос по состоянию экономики первый очень простой. Сообщается и в программах Владимира Соловьева. Никто не понимает, это же государственное телевидение. За последние несколько месяцев, может быть, за полгода, из страны вывезено 500 тонн золота. При этом уже все знали, что будут какие-то события, что грядут какие-то испытания. Золото это во все времена считалось самым надежным способом сохранить и деньги, и вообще все. Почему это происходило? Как Вы можете это объяснить? Ну, давайте уточним сначала. Не за полгода, а за два года с лишним. Во-первых. Во-вторых, это происходило потому, что Центральный банк отказался покупать золото. Наши коммерческие банки тоже не стали его покупать. Поэтому золотодобывающая промышленность должна же работать. Они начали экспортировать золото. Кроме того, некоторые наши банки тоже зачем-то продали золото. Зачем нужна была валюта вместо золота? Сказать трудно. У каждого банка могли быть свои мотивы. Но самое в этой истории удивительное, это позиция Центрального банка. Потому что Центральный банк покупает золото и валюту за счет денежной эмиссии. Они просто имитируют деньги под покупку золотовалютных резервов. И доля золота у нас в золотовалютных резервах существенно ниже, чем в большинстве стран мира. Что в высшей степени для золотодобывающей страны очень странно. Я еще в 2016 году, предвидя развития событий, как член Национального банковского совета, пытался убедить руководство Центрального банка сбросить активы в долларах и евро. Потому что было понятно, что санкции будут нарастать в силу логики этой гибридной войны, которую развернули США. И было очевидно, что они дойдут до крайних мер. А заменить доллар и евро, и фунт вполне можно было бы золотом, которое абсолютно ликвидно, вы можете в любой момент продать, купить. То есть оно ничем не хуже доллара. И более того, оно у нас производится. И самое главное, его нельзя у нас украсть. Нельзя арестовать. Это все у нас под контролем. Поэтому я считаю, что это очень странная политика, ошибочная, безусловно. Вредная для страны, как выяснилось. Если бы нас вместо накопления долларов и евро накапливали бы золото, то санкции были бы менее для нас чувствительны. И мы чувствовали себя более надежно. То есть в каком-то смысле это, я бы сказал, вредительская политика. Потому что мы предупреждали. То, что сейчас вот эти наши денежные чиновники разводят руками, говорят, нас типа не предупредили, мы не знали, это вранье. Предупреждали. Много-много раз. Я лично много-много раз предупреждал вот этих господ, которые руководят Центральным банком и Минфином, что санкции будут усиливаться. Необходимо забирать наши валютные резервы из активов в долларах, в евро и в фунте. Нужно переводить в золото. Это задокументировано. Много записок на эту тему. Устных моих выступлений, прямых обращений. Но, видимо, для них рекомендации из Вашингтона важнее, чем национальная безопасность. А сейчас, в продолжение этого вопроса, позвольте, я зачитаю заголовок из газеты, из независимой газеты, которую я у вас в приемной сейчас увидел, пока вас ждал. Вот эта газета, я читаю заголовок. Санкционная война дошла до экономического предела. Внимание, до экономического предела. И дальше. Газпром наращивает прокачку газа через Украину. Вы что-нибудь поняли? Я обращаюсь к зрителям. Экономическая война должна до предела. Газпром наращивает прокачку газа через Украину. Сергеевич, мы опять на иный вопрос. Это что? Ну, если на поверхности смотреть события, нам нужна валюта. У нас валюту арестовали, которая в резервах. В том числе, кстати, арестована валюта в тех банках, которые занимались продажей золота. То есть, получается, что они продавали золото из собственных хранилищ за бесплатно, раз у них валюту арестовали. Зачем они это делали? В том числе, государственные банки. Нужно спросить у их руководителей. Потому что люди там тоже грамотные, считать умеют. То, что санкционная война усиливается и дойдет до предела, было абсолютно очевидно. Особенно в последние полгода. Если «Газпром» и другие экспортеры используют валютные счета банков, которые не под санкциями, эти валютные счета спокойно работают. С этих валютных счетов валюта продается. Для нужд «Газпрома» получаются рубли, а импортеры получают валюту, которая нужна для ввоза товаров. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас был импорт, нам нужна валюта, нам нужна экспортная выручка. Мы, конечно, могли бы поступить другим путем, как мне кажется, более перспективным. А именно сказать санкционерам, что хорошо, вы нас отключаете от своего валютного пространства, тогда покупаете наши продукты в рублях. Вот это был бы очень сильный ход. Если бы мы предложили за наш «Газпром» платить рублями европейцам, куда бы они делись? Они бы вынуждены платить рублями. И рубль была бы резервной валютой. Плюс в том, что рубли конфисковать у нас невозможно. Чем больше рублей за границей, тем больше у нас возможности финансировать наши расходы. Поэтому у нас утечка капитала в рублях для нас гораздо менее опасна, чем утечка капитала в долларах. Наконец, валютную выручку в рублях нельзя распилить, нельзя спрятать в офшоры. Это все сразу будет видно. Поэтому, как ни крути, переход на рубли – это, конечно, давным-давно назревшая мера. Уважающие себя страны продают свою продукцию за национальную валюту. Я, когда еще министром служил, я наставил на том, что нужно продавать наши энергоносители за рубли. С чем я столкнулся тогда, в начале 90-х годов? С тем, что везде прокладки. Везде эта валютная выручка в долларах тогда, но сейчас еще и в евро. Нами неконтролируемые нашими денежными властями. Она распихивается через фирмы прокладки по офшорным зонам. Поэтому экспортеры были категорически против того, чтобы переходить в рубли, потому что тогда все эти махинации по угоду валютной выручки в офшоры были бы сразу видны. Если мы переходим на расчеты по нашему экспорту стратегических сырьевых товаров, от которых Европа не может отказаться, они придут сюда продавать евро для того, чтобы купить рубли, или продавать свои товары, чтобы тоже получить рубли для оплаты газа. Так что я считаю, что, конечно, нужно переходить на торговлю энергоносителями за рубли. Вы сказали рубли, за рубли покупается валюта. И, например, Набиулина недавно заявила, что повышение ставки и финансирования Центрального банка до 20% как раз было признано для того, чтобы у людей, которые хотят скупать валюту, не было такой мотивации брать дешевый кредит, как это всегда было, на дешевый кредит покупать валюту, за счет этого курс валюты растет, они продавали часть валюты уже по завышенному курсу, и таким образом вот эта спекулятивная история нарастала. И вот это одно из объяснений, почему сегодня 20% ставка рефинансирования, а значит ставки в банках, которые берут в Центральном банке деньги, для промышленности, для производства, может быть и 25%, и 30%. Вот кто этого не понимает? Ну, начнем с главного вопроса. А почему банки и спекулянты покупают валюту, чтобы ее продать? Значит, потому что курс рубля неустойчив, курс рубля валится вниз. Почему он валится? Потому что Центральный банк его не поддерживает. Ну, ладно, сейчас они могут сказать, типа у нас валютных резервов. Нет, они арестованы, мы не можем поддерживать. Ну, а что было до этого? До этого они уже 8 лет отправили курс рубля в свободное плавание. Имея валютных резервов в три раза больше, чем денежная база, они допускали резкие колебания курса рубля, потому что они допускали и провоцировали фактически манипулирование курсом рубля на рынке со стороны спекулянтов. Они отдали курс рубля спекулянтам. Для того, чтобы этого не происходило, существуют вполне нормальные методы. А именно, Гераченко, когда столкнулся с таким спекулятивным вихрем в 1998 году, когда курс рубля улетел еще дальше, просто зафиксировал валютную позицию коммерческих банков. Это очень простая мера. Она используется очень часто в таких турбулентных ситуациях. Коммерческому банку разрешается на конец рабочего дня иметь не больше валюты, чем он имел на балансе в начале рабочего дня. Это означает, что коммерческий банк не может накапливать валюту в целях спекуляции. Он просто обслуживает поручения клиента. Когда мы выключаем коммерческие банки из этого спекулятивного вихря, дальше остаются чисто валютно-финансовые спекулянты, которые живут на валютном рынке. Здесь действует тоже множество мер. Например, запретить покупать и продавать валюту одновременно. Купил валюту, значит, ты должен ее использовать для импорта. Продать можешь через 3-4 месяца. Это сразу отключается спекулятивный вихрь. Все это легко делается. Гераченко в одну секунду остановил спекулятивный вихрь, зафиксировал валютную позицию коммерческих банков и убрал с рынка спекулянтов. И рост производства был ошеломляющий. 20% роста промышленности за один год. А логика нынешних денежных властей, она чисто спекулятивная. Если курс рубля дешевеет, рубль дешевеет на 40% в год, тогда надо поднять процентную ставку так, чтобы спекулянт мог просто по депозиту получить денег больше, чем если бы он получил за счет валютной спекуляции. Таким образом, удержать валютных спекуляций на рынке. Но эта мера, знаете, тушить пожар керосином, примерно то же самое. Это означает, что вся денежная политика превратилась в обслуживание интересов валютных спекулянтов. В том числе, кстати, западных, иностранных спекулянтов. Самые большие спекулянты на наших рынках – это американские хедж-фонды. И, кстати сказать, американские санкции, они вовсе не такие уж и адовские, как говорится, или адские. Для американских спекулянтов вообще санкций нет. Переходи на российский рынок и спекулируй. То есть, короткосрочные двух-трехдневные операции разрешены. И валютные. И валютные. Это специально делается для того, чтобы американцы могли расшатывать наш финансовый рынок, американские хедж-фонды, и получать сверхприбыль. Это же вообще невероятно. Эти санкции имеют избирательный характер против нас. Но главный фактор дестабилизации макроэкономически – это манипулирование курсом рубля со стороны спекулянтов, где основную роль играют американские хедж-фонды. По сути, они формируют курс рубля. И Центральный банк их обслуживает. Для того, чтобы удержать иностранных спекулянтов на рынке, они поднимают процентные ставки. Облигации российского правительства дороже в три раза, чем должны были бы быть, исходя из всех международных норм оценки рисков. Все делается для того, чтобы эти родные для Центрального банка американские спекулянты сидели на нашем рынке и спокойно получали сверхприбыли за счет выжимания денег из нашей бюджетно-финансовой системы. Вот то, что вы сейчас сказали. Это получается, что наше правительство, экономическая его часть, она играет по правилам, которые находятся вовне. Риторика одна, а действия другие. Я допускаю самое простое, что они просто других правил не знают, что им недоступно понимание промышленной, научно-технической политики, политики экономического развития. Они не понимают роли кредита в развитии экономики. Они не учились правильно банковскому делу, где написано, что главная функция банков – это кредитование инвестиций, трансформация сбережений в инвестиции. То есть они неграмотные. Беседуя с ними много раз, могу сказать, что да, они действительно неграмотные. Это первая проблема. Они не понимают роли научно-технического прогресса. Они считают, что с инфляцией нужно бороться с сокращением денег в экономике, для того, чтобы сократить спрос и таким образом стабилизировать цены. Они не знают, что в основе современного экономического роста лежит научно-технический прогресс. И с инфляцией все страны борются за счет внедрения новых технологий, за счет повышения эффективности, снижения издержек, наращивания производства товаров, а отнюдь не путем сокращения спроса. Та политика, которую они ведут, она не позволяет бороться с инфляцией на самом деле. Она удушает производство. Но нельзя брать под инвестиции под 20% годовых. Да и под 10% нельзя брать. Во всем мире инвестиционные кредиты – это 1, 2, 3%. Они этого не знают. Я вас слушаю и просто офигеваю. Более того, они не хотят этого знать, потому что это полностью противоречит их догматике. Процентные ставки подняли. Значит, деньги, вместо того, чтобы пойти на рынок, остались в банках. Дальше банки должны куда-то эти деньги деть. Значит, они, по идее, должны кредитовать инвестиции. Но никто не возьмет нормальный бизнесмен под 20% денег, потому что он разорится. Следовательно, в экономике происходит отказ от инвестиций. Это ведет к технологической деградации. Подрывается основа экономического развития, научно-технический прогресс. Экономика теряет конкурентоспособность. Через 3-4 года утрата конкурентоспособности приводит к новой девальвации рубля. Политика завышения процентных ставок не позволяет бороться с инфляцией даже в среднесрочной перспективе. Потому что она ведет через 3-4 года к девальвации валюты. Это проходили уже 4 раза. Надо быть вот идиотом, чтобы этого не понимать. Знаете, значит, но почему они этого не хотят понимать? Потому что у меня личное убеждение, что они все играют на валютном рынке. Они все покупают эти облигации, которые стоят втридорогую. Они лично заинтересованы вот в этих спекуляциях. Почему они обслуживают финансовые спекуляции? Это выгодно банкам, которые занимаются спекуляциям. Это выгодно их американским западным друзьям, которые из российского рынка давно сделали дойную корову и вытаскивают от нас во 100 миллиардов долларов каждый год. Они не занимаются производством. А наша промышленность молчит. Я хочу сказать, что вообще-то вот вы сейчас сказали, практически все бывшие министры, люди, которые занимали какие-то должности в российском правительстве, они все стали банкирами, содержателями гольф-полей. Вот как известный муж одной из наших женщин-министров. Вот это вакханалия спекулятивно-валютно-финансовых спекуляций, которая затаскивает деньги из российской экономики в трубу, которая уходит за рубеж, в офшоры. Это и есть смысл деятельности наших денежных властей, к сожалению. Они занимаются именно этим. Либо в силу личной заинтересованности, либо в силу зашоренности. Они привыкли смотреть на Вашингтон, а для МВФ важно, чтобы свободно было движение капитала, прежде чем спекулятивного. МВФ обслуживают интересы западного капитала. Значит, сейчас ситуация кардинально изменилась, действительно. Потому что Запад, как в известном романе, нам помог провести, по сути, дедоларизацию. Вся эта деятельность во многом потеряла смысл. Во всяком случае, доллар перестал для нас быть валютой. И евро тоже. Их сегодня и купить невозможно. И счета, по сути, долларовые, валютные, все заморожены. Скажите, пожалуйста, почему США и Европейский Союз идут на такие огромные репутационные потери для себя? Вот смотрите, они запретили, заморозили доллары, заморозили евро. Все это видят китайцы. Все это видят вообще все страны мира, которые всегда считали, что вот уж этот кусочек у меня на черный день. И вдруг это все отменяется. Вот как это может быть? Вы знаете, я думаю, что это агония. Это агония властно-финансовой элиты США и Великобритании. Они потеряли экономическое лидерство давно уже. Они не могут до сих пор смириться, что центр экономической активности в мире переместился в Юго-Восточную Азию. Они напрочь проиграли экономическое соревнование с Китаем. Они попытались его придушить торговой войной при Трампе. Ничего из этого не вышло. Китай только окреп. Они утратили мировое лидерство. Авторитет их существенно сдулся. Они пошли на отчаянный мир. Это же не только первая с нами ситуация. Я удивляюсь нашим денежным властям, что буквально только что они, мало того, что заморозили валютную резерву Венесуэлы, они их просто украли и передали врагам венесуэльского правительства. Они украли валютную резерву Афганистана сейчас. Нужно было понимать, что они пойдут с злоупотреблением своей монополии на мировую резервную валюту до предела, пока эта валюта не перестанет быть валютой. Это для них самоубийство в том смысле, что они для того, чтобы нагадить России, они фактически подрывают свою собственную валютно-финансовую мощь, свою монополию на эмиссию доллара и евро как мировых резервных валют. После того, как они это сотворили с нами, а до этого еще с тремя государствами, включая Венесуэлу и Иран, немаленькие государства, еще не беру Северную Корею, Афганистан, но на очереди уже и Китай может оказаться в силу тайваньской проблемы, и много чего им не нравится в Китае. Они фактически сами подорвали престиж своих валют, которые в реальности являются главным фактором их экономической силы. То есть они используют свой последний резерв для того, чтобы экономически нас задушить. При этом они не понимают, что нас задушить нельзя. Ну, не только потому, что мы русские, и мы просто непобедимы по определению, но и потому, что этими глупыми своими санкциями они оздоравливают нашу систему управления. Хотя мы потеряли очень много, но мы потеряли не потому, что были санкции, а из-за политики Центрального банка. Вот из 50 триллионов рублей недопроизведенной продукции 2014 года, 80% мы потеряли исключительно из-за политики Центрального банка, только 20% из-за санкций. Теперь они за Центральный банк выполняют эту работу. Они проводят дедоларизацию нашей экономики, они проводят деофшаризацию нашей экономики, фактически делали бессмысленными накопления в долларах и инвестиции в расчетах. Они убеждают весь наш бизнес хранить деньги в России в рублях, не вывозить их из страны. То есть сейчас фактически все российское деловое сообщество, наконец, протрезвело. Они поняли, что дальше делать бизнес здесь, а доходы тратить за границей дальше не получится. И вот эта перемена координат, я думаю, сыграет очень сильное оздоравливающее влияние на всю нашу властно-политическую деловую элиту. Поможет нам справиться с этим кризисом. Скажите, пожалуйста, есть вероятность того, что наши золотовалютные резервы все-таки вернут? Или куда? Их ультилизируют, просто выгонят? Ну, какая-нибудь вероятность? Вероятность, конечно, есть, и надежда, как известно, умирает последней. Но мы должны исходить из того, что случившееся это надолго. Это не временный эпизод. И некоторые думают, вот закончится украинская спецоперация, и все вернется на круги свои. Нет, не вернется. И эти санкции введены не потому, что мы проводим эту операцию на Украине под деноцификацию, а потому, что американская властно-политическая элита теряет мировую гегемонию. Санкции были бы в любом случае, потому что им нужна была эта война. Если бы мы не начали эту операцию, они бы начали войну сами против нас. Эта война им нужна для того, чтобы списать свои обязательства перед нами и сбросить свои финансовые, сдуть свои финансовые пузыри там, на нас сваливая все это дело, чтобы оправдать нарастающую там инфляцию тем, что Россия типа так себя ведет, поэтому у них якобы инфляция. То есть для того, чтобы списать свои проблемы на нас, в глазах общественного мнения в том числе. Но еще раз подчеркну, что это агония. Уже мир стал другим. Центр экономической активности переместился в Юго-Восточную Азию. Там и сформировался новый мирохозяйственный уклад. Принципиально новая, более эффективная система управления, в которой деньги это инструмент, который создается центральными банками в таких количествах, которые нужны для развития экономики. И как мы видим, что на Западе это тоже инструмент. Вам дают деньги в долларах и в евро, пока вы себя хорошо ведете с их точки зрения. Когда вы начинаете, так сказать, бузить, делать что-то не так, у вас эти деньги отменяют, просто отменяют, умножают на ноль. И вы ничего сделать не можете, карточки блокируют. То есть я еще хочу сказать, что мир стал другим, в том смысле нигде не молятся на деньги, как у нас, как некий фетиш. Деньги создают. Центральные банки создают деньги для того, чтобы поднимать производство, для того, чтобы развивать экономики, внедрять новые технологии. Если бизнес работает на повышение общественного богосостояния, ему кредиты под полпроцента годовых на 20 лет, ему ресурсы по стабильным ценам, и бизнес развивается. Мы видим множество китайских частных компаний, которые стали гигантами. Просто из какого-то научно-технического инженерного кооператива, из пяти человек, вырастает гигантская корпорация. А с другой стороны, спекулянты, которые пытаются нажиться на финансовых пузырях, на дестабилизации биржи, получают по рукам, иногда и по голове. Если мы хотя бы на своих ошибках научимся, и посмотрим по сторонам, увидим экономическое чудо Китая, Индии, там же используют механизмы, нам понятно и известно, стратегическое планирование, регулирование ценообразования, валютный контроль, препятствующий вывозу капитала. Мы все знаем, как это делать. У нас есть инструменты, как это делать. Просто необходимо, наконец, начинать поднимать, заниматься экономическим развитием, а не обслуживать валютно-финансовых спекулянтов по рецептам из Вашингтона. То, что вы говорите, это очевидно. Во крайней мере, я не экономист, но мне понятна ваша логика абсолютно. Но что мы видим? Правительство объявляет, что мы продолжаем обслуживать все наши долговые обязательства. Все. Да, они будут обслуживаться в рублях, но все равно этот способ вывозить уже, хорошо, рубли. Почему? Нам все запретили, зарубили, деньги заморозили, а наше правительство хочет, чтобы мы продолжали расплачиваться, в том числе и со странами НАТО, с США, с Германией, деньгами. Почему нет никаких ответных мер? Я думаю, что это некое недопонимание того, что ситуация кардинально изменилась, что возврата к джентльменским правилам поведения уже не будет. Даже если мы обслуживаем свои обязательства, это не означает, что они нам будут давать новые кредиты. Даже если мы обслуживаем свои корпоративные долги, это не значит, что будут новые инвестиции. В этом смысле это, знаете, может оказаться напрасно выброшенными деньгами. Я понимаю еще ситуацию, так сказать, вот такого вынужденного недопущения нас на валютно-финансовый рынок, скажем, говорить, сказать так, что в силу того, что вы сами отменили свои валюты, давайте переходить в рубли. Вот мы экспортируем рубли, вы нам платите в рублях, мы долги обслуживаем в рублях. Ну, собственно говоря, это и было предложено. Ну, вы тогда и свои кредиты переведите в рубли. Значит, давайте, вот мы должны вам в долларах. Давайте мы теперь будем вам должны в рублях. Откройте рублевые счета, берите рубль в качестве резервной валюты, провести замещение доллара рублями и евро во всех наших внешнеэкономических операциях. Вот этим надо заниматься. Тогда эта политика понятна. Мы как хозяин рублевого пространства, да, значит, платим по долгам в рублях. Но по долгам в долларах и евро мы не можем платить. Поэтому либо вы, господа, соглашаетесь работать в рублях и переходите в рублевую зону, либо тогда до лучших времен, значит, мы приостанавливаем платежи. Это было бы нормально. Ну, так не приостанавливают же. Скажите, вот все время министр иностранных дел и наши чиновники, вот бывший президент Медведев, все время говорят, что мы ответим жесткими санкциями на санкции. Не обязательно вот в финансовой сфере. Ну, например, классический случай – это уран, который идет для снабжения американских атомных станций, которые вырабатывают 20% электричества в США. То же самое касается, я говорю, такие очевидные совершенно примеры, тоже касается титана для авиационной промышленности. Вот почему так вот Америку до сих пор боятся? Ведь объяви проблемы с ураном для американской энергетики, там же все просто дыбом станут, потому что, ну, из-за чего? Никто же там не поймет этого. Ну, здесь я вообще не сторонник санкций, сразу скажу. Я профессионально занимаюсь внешней торговлей давно, и очень мало примеров, когда санкции приводили к какому-то позитивному результату для тех, кто их вводит. И даже вот те адские санкции против нас, как мы уже с вами выяснили, в конечном счете сработают против них. Нам они пойдут на пользу, они нас заставят жить своими интересами, в своей системе координат, в своей системе ценообразования. И надо понимать, что мы в мире не одни даже на рынке урана. Есть Казахстан, который мощный экспортер урана, есть другие участники рынка, Канада, например. То есть здесь мы можем легко уйти со своего рынка, а что мы потом получим взамен? Вот западные страны уходят с нашего рынка, они его освобождают. Насколько трудно было бы вытеснить вот эти западные компании с нашего рынка? И вот эти нефтяные инжиниринговые компании, и производители одежды, бытовой техники. Мы бы их никогда в жизни не смогли вытеснить, так сказать, без активной промышленно-технической политики. А так они сами ушли. И мы можем сегодня загрузить наши мощности, и дать возможность предприятиям нарастить обороты, и наконец внедрить новые технологии современные. Поэтому бросить рынок много ума не надо. А вот его потом отвоевать будет очень непросто. Не бросить, а просто какие-то уступки с той стороны. Вот вы сказали, что займут урановый рынок в США, Казахстан и Узбекистан. Но ведь все же знают, что они обогащают свою урановую руду и доводят ее до кондиции к применению ядерных станций здесь. У них такой возможности нет. Я вам скажу, что есть, конечно, товар, который можно использовать для того, чтобы повергнуть всю западную экономику ступор. Это что за товар? Это, конечно, нефть и газ. Если, следовав вашей логике, ввести эмбарго на поставки этих товаров на Запад вместе с Ираном, то это будет для Запада катастрофа. Но мы должны работать здесь тогда вместе с Ираном, который может перекрыть вывоз нефти из Персидского залива. Тогда это серьезный ответ, который повергнет западную экономику ступор. Им мало, как говорится, не покажется. Они прекратят, наверное, свои агрессивные действия. Но для этого нужно уже понимать логику мировой гибридной войны. Понимать, что это война. Спасибо, Сергей Юрьевич, за такой интересный разговор. Вы многое разъяснили нам, и до новых встреч. У меня зовут Луна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова